Меня зовут Андрей Саманович, я являюсь начальником бюро транспортной эстакады. Наше бюро занимается проектированием, понятно из названия следует, транспортных эстакад. Занимаемся мы всеми типами от легких до тяжелых эстакад для пассажирского и грузового транспорта, для навесного и подвесного транспорта. Также прорабатываем адресные проекты. Сейчас у нас в работе несколько проектов. Это для Беларуси полугибкая трасса для подвесного транспорта. На другие страны мы для нашего отдела маркетинга прорабатываем два проекта для Российской Федерации. Это контейнерные перевозки, там идет тоже транспортное средство с грузом вместе 60 тонн. И грузовая линия, это в районе вечной мерзлоты, там где температура может впускаться до минус 60 градусов для перевозки сыпучих грузов. В шарже у нас идет уже, уже даже не идет, а можно сказать, заканчивается монтаж тестового участка А4 он у нас называется. Это подвесная линия для пассажирского и грузового транспорта. Уже большая часть работы выполнена, смонтирована путевая структура, несущая канаты, изоляция, анкерные узлы. Все это сделано. В данный момент происходит монтаж дорожки качения. Если касается речь адвесных проектов, то здесь большое значение, опять же, имеет для какого региона прорабатывается эта путевая структура. Так как в каждом регионе есть своя какая-то специфика. И она иногда кажется, что это незначительный какой-то вопрос, какая разница строить там, допустим, в Рабских Эмиратах или строить там на крайнем севере. Но это, скажем так, даже фундаментально две разные вещи. В одной это температура плюс 60, а в другом регионе это температура минус 60. Опять же, по доступности материалов и монтажа. В Рабских Эмиратах, допустим, мы строим, где есть или в Беларуси, где есть подъезд, можно привезти по железной дороге материалы, изготовить на близлежащих множествах предприятий, на своем можно изготовить. И это как бы не составляет больших проблем. То если мы рассматриваем какой-нибудь адресный проект в районе там Сибири какого-нибудь или Крайнего Севера, где должны быть определенные материалы, где надо учитывать, как это будет доставлено, как это будет смонтировано. Там очень большое значение имеет, опять же, сколько это будет стоить. Привезти туда, довезти, смонтировать и прочие-прочие вопросы. Плюс в каждом своем регионе, если мы говорим это за какое-то дальнее зарубежье, допустим, там, даже Латинская Америка, это стандарты. Если мы делаем трассу, мы должны его стандартизировать по тем стандартам, которые действуют в этом регионе. Вот, чтобы ни мы, ни заказчик не столкнулись с какими-то проблемами. Вы знаете, работа в нашей компании очень интересная. Мы же, на самом деле, не только проектируем, мы испытания запускаем, постоянно развиваемся. Мы всегда следим за какими-то новинками в строительной, машиностроительной отраслях. Постоянно, постоянно что-то новое. Когда что-то новое, это всегда интересно. Идея струнного транспорта — это безопасность, это экологичность, это удобство. То, что удобно, я вот считаю, всегда примется человеком. Я, как обычный пользователь, если у меня будет вариант, там, доехать какую-то быстрее, проще, безопаснее, ну, конечно, я этим буду пользоваться. И люди, которым удобно добираться на метро, они не признают не автомобиля, там, ничего-то другого. Они дешево, быстро могут добраться в любую, там, точку города. А если это будет в рамках республики или мира, то почему? Это только плюсы.